Аллилуйя! Это не просто эмоция, это Твоя творческая сила, радость и веселье. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь и будешь вести и направлять больше и больше. И мы молимся о том, чтобы Ты делал то, что Ты хочешь, и сокрушал наши сердца, Господь. Боже, мы хотим измекливаться на себе, чтобы Ты совершил некие изменения в нас. Мы хотим, Боже, быть преображенными по образу и подобию Твоему, чтобы являть Тебя, Господь, в этом мире. Отец Небесный, мы просто славим Твое имя за великий дар, за великую жертву, за Твоего Сына, который во всем нам открыл Тебя настолько полно, насколько это возможно. И мы благодарим, что в лице Сына Твоего мы имеем познание славы Твоей. Господь, мы так часто говорим, яви Твою славу, но Ты явил ее в Сыне Твоем прежде всего, Господь. Ты явил в Сыне Твоем славу Твою. Боже, мы хотим познавать Тебя, Отче, и Тебя, наш Господь Искупитель Ишуа, и Тебя, Руах Адуна, Дух Божий. Мы молимся, Боже, чтобы Ты во всей полноте вел нас, наполнял и направлял, Господь, так, как Ты хочешь. Спасибо Тебе, наш Господь. Во имя Ишуа. Аминь. Аллилуйя. Я хочу спросить, друзья, вы не будете против, если мы снова откроем книгу Руфь? Нет? Я как-то так продолжал размышлять о том, что дальше нам говорить, делать. И я верю, что будет хорошо нам продолжить эту книгу немножечко глубже рассматривать. Вы не против, друзья? Нет? Спасибо. Один хороший голос такой говорит, нет. Ты мне всегда, как рассказывал пару раз уже, наверное, здесь рассказывал, нет. Мне в одном фильме страшно понравился такой пример, когда молодой раввин, в фильме ситуация, молодой раввин принимает, значит, синагогу, ну, собрание у старого раввина. И вот его первый самостоятельный шаббат. Ну, а там такая респектабельная американская синагога, человек 300 с лишним в зале. Все, значит, ну, все уже там за какой-то порог, молодежи не видно. Все очень чинные такие, знаете, бабушки, дедушки, все очень уважаемые. И вот молодой раввин такой, он начинает, значит, хочет внести немножко жизни. И он такой, синагога, шаббат шалом! Один голос откуда-то середины зала, шаббат шалом? Спасибо, мама. Я вот это так, она мне так понравилась. Иногда так бывает, аминь. И один голос середины зала, аминь, спасибо, мама. Да, это здорово. Да, да, ну, здесь и моя мама, так сказать, теща в смысле, да. Но все равно же мама. Вот. Хорошо. И мы с вами немножечко посмотрели первую главу, да. И мы увидели, я надеюсь, увидели. По крайней мере, для меня вот это настолько стало заметным, что Руфь и Орфа, они очень сильно любили свою свекровь. Но определенная разница была. Одна в какой-то момент стала взвешивать вот эти вот опасности, эти нюансы, эти моменты. Действительно, она мне мужей не даст. Она у вас живет своей жизнью, вся аппаратура, или что? Сейчас первый-первый, я второй. Собрание идет по расписанию. Вы смеетесь. Валентин Романович тут рассказывал о том, что в этом году мы празднуем 130-летие мессианского движения. Так вот, что интересно. Наша сестра, которая тоже с нами в группе прославления, она работает сейчас в архиве плотно относительно изучения темы Робиновича и многих других деятелей мессианского движения, такие служители где-то конец 19-го, начало 20-го века. Так вот, что интересно. Очень много информации есть о некоторых из них. Знаете откуда? Благодаря отчетам агентов секретных служб. Да, друзья, в архивах куча отчетов еще с того времени, румынских спецслужб, которые постоянно сидели, российских, да, которые постоянно сидели и конспектировали проповеди пастыря. Вы знаете, мне кажется, они были самыми тщательными в этом смысле из всего собрания, потому что там конкретно говорили об этом, политики не касались, проповедовал брат такой-то, то есть и отчет агента номер там 007, например, да, вот. Или отчет агента там, например, 740, предположим, как вариант. Он же должен был как-то не выделяться из общей массы в этом собрании. Поэтому, друзья мои, мало ли там, привет товарищу генералу, кто знает. Пусть он тоже порадуется. Хорошо. Книга Руфь. Я верю в то, что они обе ее любили, но одна из них стала взвешивать все за и против, убедительную речь свекрови, а стоит ли продолжать, а стоит ли действительно следовать теми неизвестными путями, лучше вернуться к своей семье. И так бывает порой. Кто-то начинает путь, масса восхищений, а потом под давлением обстоятельств, под давлением каких-то своих ожиданий, может быть, человек оставляет служение и уйдет куда-то своими путями. Руфь пошла вперед. Я хочу сейчас говорить для тех, может быть, не для всех это будет важным, но я сегодня, наверное, буду об этом говорить, прежде всего, самому себе и напоминать сегодня самому себе некоторые вещи и для тех, кто, возможно, задается себе вопросом. Господь, я молюсь о моих неспасенных друзьях и знакомых, о моих евреях. Я молюсь о том, чтобы Ты открывал сердца, но я почему-то не вижу этого. Я молюсь о том, чтобы больше еврейской молодежи приходило к Богу, но меня не слышат. Я молюсь о том, чтобы мои родители, мои братья и сестры, кто-то еще приходили и познавали Тебя, Бога, отцов наших. И вы не видите ответа на это. Может быть, сегодня кто-то есть в зале, кто думает, я веду домашнюю группу уже долгое время, и я никак не могу сдвинуть это с какой-то мертвой точки. Мне очень хочется, чтобы люди спасались. Но что-то не работает. Когда-то лет 12 назад, мы только где-то год, может быть, как начали общину, и первый этап у нас был в жизни такой. Мы никак не могли найти, мы отучились в институте, в МГБА, то есть здесь Валентин Романович был нашим директором, там мы обрели наших друзей в институте, много чего интересного было. И приехав из института в Кишинев, имея в своем сердце это желание, служить еврейскому народу, была одна проблема. За два года обучения у меня как бы очень много связей в Кишиневе нарушилось. Плюс я еще до этого покаялся. Когда покаялся, то все-все друзья мои, все, кого я знал, с кем работал в грейских организациях, они порвали со мной отношения. И я не знал, где мне искать людей. И вот в этот первый период, встречая одну женщину-миссионерку из Англии, она помогала в небольшой миссианской группе, где было несколько пожилых людей, и мы с ней разговаривали, и я говорю, ну что, сестра, как вот здесь дела, как с евреями в Кишиневе? Я как-то выпал из всей этой ситуации и все стал задавать вопрос. Всем стал задавать вопрос. Как же так? Вот где евреи? Есть, нет, что? Я знаю, алия была большая, может все уехали в конце концов. Она говорит, послушай, в Кишиневе вообще не осталось евреев, не осталось молодежи, небольшая горстка пожилых людей. Здесь просто нечего делать. Я сама уже уезжаю. И в общем, чем больше она говорит, тем больше я понимаю, что я обречен. Как-то я уже стал говорить, декларировать, что мы миссианскую общину открываем. Короче, она меня радует. Говорит, а тут как бы нема евреев. Не, ну вот это номер. У нас церковь интересная есть. Пастырь кореец, он открыл церковь для корейцев, а потом выяснил, что в Кишиневе нет корейцев. Вот. Я чувствовал себя тоже где-то. Они здание построили, реально. То есть вложили кучу денег и выяснилось, что нет корейцев в Кишиневе. Ну, может быть, десятка-два на весь город. Я себя чувствую примерно так же. Когда сестра это говорит, говорит, потом я понимаю, что то, что она говорит, ну, скорее всего, я вдруг стал думать, подожди. Говорит, нет молодежи. А в Кишиневе две еврейские школы. Куча еврейских организаций. Я думаю, что-то здесь не то. Видимо, что-то она не понимает. Но тем не менее, на первом этапе мы стали искать вообще евреев. В Одессе, может, нет такой проблемы. В Киеве, например, нет, может быть, такой проблемы. Но у нас до сих пор это достаточно так непросто. Много людей уехало. Очень немного осталось. И вот идет, короче, где-то полгода общины. Мы пытаемся пригласить хоть кого-то, хоть что-то сделать. Домашние группы проводили. А людей не можем найти именно неверующих, кого пригласить. Что ж такое? Как же так? Обидно? Я помню, в одно утро я уже молился. Должны были с супругой пойти на базар. И я молился. Говорю, Господь, или ты мне сегодня даешь какой-то знак? Потому что я по городу хожу. Я смотрю, так сказать, на украшения у мужчин, женщин. Ищу хоть один магин Давид, понимаете? Хоть одно еврейское лицо. И как-то все не туда. И я уже в одно утро молился. Я говорю, Боже, я прошу Тебя, сделай какой-то, дай мне какой-то знак. Если ты мне не дашь, у меня уже все. У меня отчаяние. Я не знаю, что я вообще здесь делаю. И мы идем на базар. И в течение пары часов на базаре я встречаю несколько человек. Девушка молодая с таким золотым магин Давидом там стоит, что-то продает. Я говорю, какая прелесть. Я подхожу там, а что у вас? Такие чулочки замечательные. Мне чулочки нужны, вы же понимаете, да? Да, ой, да, у нас такие. Вы кому? Жене? Я говорю, ну, конечно, и жене, а что себе, что ли? И, в общем, мы начинаем вот это вот общаться, начинаем там говорить, все хорошо, знакомимся, все. Идем дальше. И вдруг мне резко становится нужным купить себе обувь, потому что стоит такой там товарищ, тоже с такой звездой Давида. Я говорю, Боже, ты сегодня мне дал не один, а два знака. И вот полгода, когда ты не видишь ничего, ты ходишь, выискиваешь людей, ты не можешь. И ты помолился с утра, я помолился с утра, я говорю, Господь, просто дай мне знак. И за несколько часов после этой молитвы я встречаю двух людей. И для меня это реответ. Я говорю, слава Богу, будем дальше двигаться. Проходит какое-то время, мы уже находим людей, приглашаем, что-то, ну, как-то не клеится. Я не знаю, понимаете ли вы, о чем я говорю, но я вот как-то опять загрустил, мягко говоря. Пошел молиться в комнату, я говорю, Боже, ну, все, все люди, которые вот у нас есть, там у нас было, наша семья, я, Наталья, Татьяна, ну, да, Ривка, там, пару еще человек, может быть, человек шесть нас набиралось. Мы приглашаем людей, люди не приходят. Праздники устраиваем, ну, не идут, и все. Обидно. Я не понимаю, что происходит. Молясь, я говорю, Господь, я опять в тупике. Мы что-то делаем, делаем, как понимаем, делаем от сердца, не работает. Почему? Мы хотим быстро, мы хотим, вот ты же хочешь сам этого. И помню, ну, наверное, один из таких ключевых моментов в моей жизни. Бог сказал мне, открой книгу Руфь. Я открываю ее и начинаю читать. И давайте мы прочитаем с вами первый глаз 16 стиха. Но Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда я пойду. Где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом и твой Бог будет моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру. И погребена буду, и пусть то-то и то-то сделает Господь, еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобой. Наиминь видя, что она твердо решилась идти с ней, перестала уговаривать ее. И шли обе они, доколе не пришли в Бетлехэм. Когда пришли они в Бетлехэм, весь город пришел в движение от них и говорили, это Наиминь? Много женщин и мужчин приходило и уходило в города. Не было ничего удивительного в том, что кто-то пришел в город. Правда? Но когда эти две женщины вместе посетили, пришли в Бетлехэм, написано, весь город пришел в движение от них. Бог никогда в Своем слове не допускает, ну, не, как бы сказать, неосторожных или ненужных деталей, или неосторожных высказываний. Почему-то написано, что от этих двух женщин еврейки и мавитянки весь город пришел в движение. И это то, прообраз пророческий того, о чем говорил пастор Олег, что один новый человек вместе, евреи и неевреи, в одном, под единой главой Ишуа, под единой главой Христом. И это будет приносить, и начало уже приносить вот эти божественные, скажем так, водовороты, невероятные вещи. Я когда-то думал о такой вещи, что, о такой вот идее. Когда Ишуа молится в Евангелии от Иоанна и говорит Господь, да будут они едины, как мы с тобой едины, и по любви между ними узнают, что они мои ученики. И я задумался, мы говорим часто, ну, между нами должна быть любовь. Я говорю, да и аминь, это так, от этого не то, что не уйти, это по-другому быть не может. Ну, вот что интересно. Я думаю, что для многих неверующих людей станет свидетельством любовь учеников евреев и неевреев друг к другу, евреев и церкви, что такая любовь, она еще больше раскроет невероятную любовь Божью. Люди же, ну, многие знают, неверующие, евреи не верят в Иисуса, да, как штамп, что евреи в Иисуса верят. У нас сейчас, вот на той неделе, была перепись населения, и можно, там обязательно приходит переписчик и задает вопрос, вероисповедание, если кто-то ему говорит, христианин, его пишут сразу православный, автоматически, и там предупреждали, что вы укажите, что вы не православный, что вы являетесь евангельским верующим, у них есть второй штамп сразу баптист, ну, не баптист, хотя баптисты благословенные люди, нет вопросов. А кто? Мессианские евреи, какие? Ну, мы верим в Иисуса. Евреи не верят в Иисуса. Да, вы мне рассказываете. Нормально. Вы будете говорить, что мы не верим в Иисуса. И у людей многих... И я думаю, что величие божественной любви проявится также в том, для мира, если мир увидит церковь, любящую евреев, а евреев, принимающих церковь Иисуса самого. И вот это единство и любовь вместе между народами, она будет уникальна. И это то, о чем говорит 19 стих. Они пришли вместе, город пришел в движение. И я хочу дальше читать из второй главы. У Наимине был родственник по мужу ее человек, весьма знатный из племени Элемелохова, имя ему Вооз. Сказала Руф, моя витянка Наимине, пойду я на поле, буду подбирать колоссия по следам того, у кого найду благоволение. Она сказала, пойди, дочь моя. Она пошла и пришла и подбирала в поле колоссия позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, которой из племени Элемелохова. И что мы видим? Интересно проявляется характер Руфи. Она сразу же находит себе какое-то занятие. Хоть что-то надо делать. Хоть что-то надо делать. Я помню, молясь в той комнате, читая вторую главу Руфи, и я понимаю одну интересную вещь. Помните, в Евангелии от Матфея Ишо говорит, жатва есть кончина века. Да? Жнецы суть ангелы. И как-то у меня две эти картины переплелись. Я думаю, интересно, есть жнецы, есть те, кто собирает большие снопы. Господь, я так хочу собирать урожай большими снопами. Но странную вещь, я верю, Дух Божий в тот момент показал на примере Руфи. Знаешь что? Но кто-то должен подбирать и колоски. Думаешь, Господи, ну ведь хочется больше. Какие колоски оставались на поле? Чахлые какие-то, полупустые, корявые, или случайно там отвалились. И вот все начинается с того, что по колоску, по колоску, по колоску и Дух Святой в тот момент сказал мне простую вещь. Надо собирать по колоску. Вы знаете, я думаю, мы не должны стыдиться этого и мы не должны останавливаться, когда нам не удается пока еще собирать так, чтобы нести эти снопы. Но это только начало истории. Я помню, что в той комнате Бог через этот стих просто показал мне простую вещь. Ты должен ни одним человеком не брезговать. Знаете, как? Мы хотим, чтобы в общину сразу, в собрание, на домашнюю группу пришли ключевые люди. Желательно с деньгами. И с ключами, и со всем сразу. И хочется, чтобы пришла и молодежь. Хочется, чтобы пришли, конечно же, музыканты. Хочется, чтобы пришли, а беда не приходят. И ты сидишь и думаешь, Боже, ну что ж такое? Господь говорит, колоски. Начни с колосков. Не пренебрегай ни одной поломанной душой, поломанной жизнью, может быть, пустой на чей-то взгляд. И поэтому порой приходится начинать, как это ни странно, с колосков. Она пошла и пришла и подбирала в поле колосия позади жнецов. И случилось, что та часть принадлежала Воозу, которая из племени Элемелохова. И вот Вооз пришел из Вифлеума и сказал жнецам, Господь с вами, они сказали, да благословит тебя Господь. И сказал Вооз слуге своему приставленному жнецам, чья это молодая женщина? Слуга приставленный жнецам отвечал и сказал, это молодая женщина-моавитянка, пришедшая с Наименью из полей Моавицких. Она сказала, буду я подбирать и собирать между снопами и позади жнецов. И пришла и находится здесь с самого утра до сих пор. Бывает она дома. И мы находим еще одну интересную деталь. Помимо того, что она не брезговала неблагодарным трудом, вот таким, знаете, как ты ходишь и гнешь спину под солнцем не ради того, чтобы собрать столько, а подобрать немного. Мы находим интересные упоминания о ней. Немного она бывает дома. С самого утра она здесь. Второй момент, который я верю, нам важно понимать о жатве, о служении, то, что нам нельзя чураться тяжелого труда, то, что нам не стоит рассчитывать, настраивать себя, ну, все будет, знаете, легко и просто. Возможно, у кого-то будет легко и просто, но если мы себя настраиваем трудиться, когда будет легко и просто, все будет легко и просто. Все. Может быть, то, что я сейчас говорю, вас не сильно вдохновляет или ободряет, но, друзья мои, я хочу заметить одну интересную вещь. Когда ВООС пришел на свои поля, он заметил необычную женщину. Я верю в то, что Писание, рассказывая нам такие истории, не просто рассказывает историю человеческую, оно открывает нам глубокие уроки. И вы знаете, я верю в то, что тот, кого мы сегодня славим, он замечает руфь на поле, он замечает ту, которая трудится и подбирает колоски, он замечает тех, которые не сидят много дома, но стараются, выходят в любви, как мы говорили на первом служении, в любви к Наимине, в любви к Израилю, выходят, чтобы собрать хотя бы некоторых, хотя бы тех, кого оставили другие, мы собираем и все пусть начинается таким образом, но есть очень важный момент, никакой труд не тщетен перед Господом. Никакой труд не является пустым, никакой труд не является незамеченным, не тщетным, не бесполезным, то, что делаешь ты сегодня, Господь видит. И Он видит то, как мы с тобой трудимся. Порой очень не хочется связывать себя с такими сценами в Писании. Порой не хочется говорить такие вещи, друзья, нужно будет трудиться. Может быть, и не очень интересно это слышать, тогда не слушайте. Я вам рассказываю о том, что Бог говорил ко мне. и дальше восьмой стих сказал Вовоз Руфи, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками, пусть в глазах твоих будет то поле, где они женут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим, вот я приказал слугам моим не трогать тебя, когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. И очень, я думаю, интересно будет следующий шаг в развитии этой картины. Он заметил ее и он пригласил, сказал не уходи с этого поля. Он предупредил какие-то может быть ее сомнения, и в тот момент, когда я молился об этих вещах, Бог знает то, что было в моем сердце, и я задавал себе вопрос, Господи, а может я все себе это придумал, может выходя на это поле, я просто что-то себе сам накрутил, может быть мне просто нужно идти на другие поля и в другую труд, в другое служение и заниматься тем, что делают все, наверное. Мне хочется быть частью чего-то большого. И в тот момент это слово проговорило ко мне, не ходи на другие поля, оставайся на этом поле. Трудись здесь. Тебе не нравится подбирать колоски, тебе не нравится ходить под солнцем, терпеть жажду, но знай, Господь тебя заметил. И Он говорит тебе, не оставляй это поле. И более того, дальше слова Вуоза следующие. Я приказал слугам моим не трогать тебя. Приходит такая защита от Господа. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. Она пала на лицо свое и преклонилась до земли и сказала ему, чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чуже странка. Мы продолжаем говорить на тему нашего ретрита о неевреях, о служении народов, служении Израилю. Господь милостивый приводит разных людей на еврейские поля, на израильские поля, из разных народов. Он призывает Руфи, Он призывает тех, которые будут любить Израиль, даже как мы говорили на первом служении, такой Израиль, который нам не понравится, не из роликов на ютубе про то, какие классные танцы в Израиле, не просто Израиль какой-то, который мы себе не имеем представления, просто построенный на ложных представлениях, красивая еврейская музыка или что-то еще, что-то нас привлекло. И вот Бог, Он поднимает таких, не как Орфа, а как Руфи. И Он замечает таких, которые идут и не боятся трудиться, идут несмотря на стеснение, идут несмотря на то, что никто им ничего не обещает, никаких выгод и благословений, как Наимин сказала Руфи, нет у меня для вас сыновей, ничего не могу вам дать. Но 10 стих 2 главы говорит о том, что милость Вооза, а Вооз один из прародителей Ишуа, царя Давида, Ишуа, и он его прообраз, он хозяин полей, он хозяин полей. И Господь удивительным образом покрывает наши нужды. Захочешь пить? Иди к сосудам и пей. Вооз отвечал и сказал И мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца, твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла чтобы успокоиться под его крылами. И она сказала да буду я в милости пред очами твоими господин мой, ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твои между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих. И сказал ей Вооз время обеда приди сюда ешь хлеб обмакивай кусок твой в уксус и она села возле жнецов и подали ей хлеба и подал ей хлеба она ела наелась и еще осталась встала чтобы подбирать вооз дал приказ слугам своим сказав пусть подбирает она между снопами не обижайте ее да и от снопов откидывайте ей и оставляйте пусть она подбирает не броните ее и вы знаете в какой-то момент друзья мои наш с вами труд от одного колоска к другому перейдет и уже будет и переходит на новый этап когда Господь говорит отбрасывайте от снопов мы будем подбирать во имя и шоу не только лишь маленькие колоски не только поломанные судьбы не только людей с которыми нам казалось бы ничего построить нельзя мы будем подбирать и Бог будет нам давать больше и больше и больше и больше и больше и больше отбрасывайте от снопов но знаете что интересно они не нахватали ей снопов отдельно от одного взяли чуть-чуть от другого сделали сноп сказали на ей нужно было продолжать работать но уже результат этого труда становился больше эффективность труда становилась выше и вы знаете я верю в то что мы находимся в такое время когда мы вправе верить в то что эффективность труда должна становиться больше мы должны ожидать вот этого божьего действия когда больше и больше от этих снопов будет приходить в нашу жизнь и нам нужно быть готовыми подбирать 17 так подбирала она на поле до вечера и вымолотила собранное и вышла около ефы ячменя взяв это она пошла в город и свекровь ее увидела что она набрала и вынула руд и за пазухи своей дала ей то что оставила наевшись сама и сказала ей свекровь где ты собиралась сегодня и где работала да будет благословен принявший тебя руф объявила свекрови своей у кого она работала и сказала человеку тому у которого я работала имя вооз сказала наеминь снахе своей благословет он от господа за то что не лишил милости своей ни живых ни мертвых и сказала наеминь этот наеминь человек этот близок к нам он из родственников наших руф моя витянка сказала он даже сказал мне будь с моими служанками доколе не окончат они жатвы моей сказала наеминь снахе своей руфе хорошо дочь моя что ты будешь ходить со служанками его и не будут оскорблять тебя на другом поле так была она со служанками вывозовыми и подбирала колосья доколе не окончилась жатва ячменя и жатва пшеницы и жила у свекрови своей вы знаете что наш шавуот читает эту книгу которая рассказывает о жатве и урожае и здесь описывается две жатвы жатва ячменя и жатва пшеницы это две культуры которые в Израиле собираются ну так же как наверное во многих странах и обычно скажем так пророчески рассматривают что жатва ячменя это жатва среди еврейского народа а жатва пшеницы это жатва среди других народов если вы вспомните на шавуот приносились такие жертвы в храме приносилось два хлеба сделанных на дрожжах единственный раз вообще когда приносились хлебы кислые хлебы вы знаете интересный момент о том что приносился не один хлеб не опреснаки а два хлеба и эти хлебы они говорили о нашем присутствии перед лицом Бога дрожжи если вы вспомните да Павел говорил что дрожжи это символ вообще закваска это символ греха и эти хлебы как определенный символ человечества Израиль и народы и праздник шавуот указывающий на жатву друзья мои он интересным образом раскрывается в книге Рут и 23 стих дает интересную перспективу что она Рут участвовала во всей жатве как в жатве вечминя так и в жатве пшеницы и мы знаем дальше конец этой истории мы знаем как чудесным образом Бог благословил Воза и Рут они создали семью мы знаем что они вошли в родословие царя Давида и в родословие мессии Израиля но я хочу вас сегодня ободрить порой то что начинается под жарким солнцем порой то что начинается с маленьких колосков порой то что начинается достаточно тяжело во имя Ишуа если мы будем упорными и мы будем продолжать трудиться оно закончится серьезной жатвой аминь я бы хотел чтобы может быть сейчас мы немножечко помолились в этом направлении я бы хотел чтобы готовясь к празднику шивот размышляя над этим размышляя над служением нашим служением еврейскому народу мы не боялись бы трудиться мы не боялись бы усталости или солнца но на основании этой второй главы чтобы мы могли увидеть перспективу труда перспективу той жатвы которая нас ожидает я хочу вам сказать простую вещь мы трудились и нам предстоит трудиться не надо бояться трудиться мы живем в такое время когда люди все больше и больше знаете как живут культурой так называемой фестфуда быстрого питания все хотят получить быстро сейчас идея фестфуда заключается в том что мы можем очень быстро получить желаемое утолить свой голод и это мышление оно распространяется во всем мире на все как один человек говорил раньше когда мы привыкли ремонтировать вещи мы думали так что в своей собственной семье мы должны ремонтировать наши отношения чинить сейчас в это время люди живут тем что вещи не надо ремонтировать их надо выбрасывать и заменять новыми и это перешло также во многом на отношения между людьми и точно так же в наше время очень часто люди настраивают себя что мне нужно быстро бегом достичь сейчас хапнуть ухватить без особенных усилий мне нужно исполнить все я должен стать быстро быстро успешным должен получить признание и это касается во многом сферы служения я вам хочу сказать сегодня простую но очень добрую новость нам предстоит работать нам предстоит трудиться нам предстоит стоять на поле и может быть это не очень вдохновляет друзья но это правда я хочу чтобы мы немножко помолились чтобы нам не бояться работать может быть сегодня есть кто-то кто устал от труда и то что я говорил оно касалось вас я вам скажу больше оно сегодня касается меня снова и снова потому что действительно порой хочется опустить руки и сказать я уже не знаю что делать можно действительно выбрать другое поле но я верю в то что он говорит не уходи не уходи с этого поля по крайней мере он говорит это мне я верю так же что с Божьей помощью мы войдем в жатву возможно будет нелегко и я думаю что скорее всего будет нелегко но нас не должно это останавливать нас не должно это разочаровывать мы восхищаемся апостолом Павлом мы говорим он столько перенес мы смотрим на его пример и мы думаем Боже вот этот человек но знаете что интересно он действительно совершил невероятный подвиг веры но он был не один в то время и после него жило очень много Божьих детей святых Божьих которые прошли тяжелый путь но принесли обильный плод в царстве им никто не говорил что слушай все будет легко и просто вот тебе первый шаг вот тебе второй шаг вот тебе третий шаг вот тебе связка ключей и если ты все как сказано вот здесь сделаешь будет тебе как говорится счастье люди в любви выходили на поля и понимали что более важного труда в жизни вообще-то ну нету отец мы очень хотим чтобы наше сердце нашей умы духом твоим ты очистил от мирского налета мы не хотим бояться труда сегодня весь мир живет тем такими идеями что можно заработать не особо трудясь и нужно таких вариантов искать боже мы не хотим смотреть на труд как на проклятие вот че я очень прошу тебя укрепи твоих детей укрепи нас пусть пусть не от моих слов пусть не от меня но от духа твоего приходит подкрепление утомленным душам и сердцам отец во имя и шво и мы наверное сделаем таким образом я хочу сюда пригласить тех кто возможно ощущает себя уставшим в конце вот этого рабочего дня вы не знаете собственно говоря стоит ли вам идти на следующий день на то же поле может быть у вас опустились руки и вы говорите я уже не знаю что делать я вам скажу честно я наверное первый из всех вот честно но я знаю одно я не могу покинуть это поле меня привел туда отец если вы хотите чтобы служители сейчас пастыри молились за вас за ваше сердце против и вы хотите излить сердце пред Богом разочарование усталость может быть потерянность какая-то то выходите сюда вперед выходите чтобы божьи служители могли за вас помолиться аллилуйя отец 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 Субтитры создавал DimaTorzok